Здравствуйте, уважаемые зрители, подписчики канала Процветок. В этом видео я отвечаю на ваши вопросы. Первый вопрос про кальциевую селитру. Скажите, пожалуйста, подойдет ли кальциевая селитра вместо гашины извести как источник кальция? И в каких пропорциях с водой ее нужно разводить? Прежде чем отвечать на этот вопрос, следовало бы рассказать о действии кальция в растениях. Кальция это тот элемент, который при поглощении корневой системой сначала поступает в верхнюю часть растения, в точку роста, насыщая ее. Затем он расходится по листовому аппарату и только в третью очередь он посещает плоды по остаточному принципу. Поэтому, когда не хватает кальция, развивается такое неинфекционное заболевание на томатах и на перце также может встречаться, как вершинная гниль. Кальций это тот элемент, который крайне необходим, когда наши плоды растут и развиваются. Поскольку кальций участвует в углеводно-белковом обмене, он способствует клеточкам расти, размножаться и таким образом получается хороший качественный урожай. По этой причине в более раннем видео я говорила о том, что в качестве профилактики вершинной гнили можно использовать обычную строительную гашеную известь. Исходя из вопроса, который я зачитала, вас также волнует профилактика вершинной гнили. Кальциевая селитра подходит как источник для профилактики вершинной гнили. Если мы будем работать в качестве корневой подкормки, то необходимо брать 20 грамм данного соединения, растворять в 10 литрах воды и по влажной почве лить пол-литра раствора под каждый куст. Если мы будем бороться за профилактику вершинной гнили по листу, то тогда необходимо использовать 10, максимум 15 грамм кальциевой селитры, растворять ее в 10 литрах воды и вести обработку по листовым аппаратам. И корневые, и листовые кальций, содержащие подкормки, следует проводить до двух раз за один месяц. Следующий вопрос также из категории кальциевой селитры. Можно ли смешивать калиевую и кальциевую селитры? И калиевая и кальциевая селитра относятся к нитратному удобрению. Между собой их смешивать можно, но необходимо понимать, что даже при смешивании этих соединений вносить их суммарно следует также дозированно. Из расчета 20 грамм сухого соединения, например, это 10 грамм калиевой селитры и 10 грамм кальциевой селитры на 10 литров воды. И по такой же схеме, как и в случае с кальциевой селитрой, проливаем из расчета 0,5 литра под один куст. Но поскольку мы суммируем азот у этих двух удобрений, то, соответственно, томат получает повышенное содержание азота. И если у вас, как и у меня в теплице, томаты в этом году активно жируют, то имеет смысл разделить внесение кальциевой селитры и калиевой селитры. Также необходимо помнить, что на каждый килограмм внесенного калия необходимо вносить 0,7 килограмма кальция. Иными словами, должно быть соотношение в период подкормок калия к кальцию 1 к 0,7. Если мы будем подкармливать только калейными соединениями, то наши растения будут хорошо формировать плоды, но в результате активного и более быстрого деления клеток они не будут успевать быстро и качественно этот процесс выполнять. И, к сожалению, будет наблюдаться развитие вершинной гнили. Поэтому и калий, и кальций важны. Вносим их или совместно дозированно, ориентируясь на состояние томатов, или вносим их в породень, чередуя с соблюдением пропорции 1 к 0,7. Можно ли и как использовать барафоску? Барафоска это безазотное соединение, которое также не содержит хлора и содержит 5 основных элементов, которые крайне важны и необходимы для нормального роста и формирования урожая нашими овощными культурами. В барафоске содержатся такие элементы, как калий, кальций, магний, бор и фосфор. Поскольку барафоска не содержит азот, это удобрение можно вносить осенью под основную вспашку или культивирование. Также можно ее вносить весной и можно ее дозированно вносить в посевные или посадочные лунки. Хорошо отзываются на барафоску столовые корнеплоды, картофель, томаты. В частности свекла, которой не хватало бора, она будет формировать в корнеплодах черные кольца или даже черные пустоты. Это все называется циркоспороз. Поэтому если вы еще не пробовали использовать барафоску на своем участке, то обязательно приобретите это удобрение и вносите ее как осенью, так и весной. Следующий вопрос по томатам. Как можно обработать цветущие томаты строго по листу? Ведь это невозможно. Так или иначе на цветы тоже попадет. Как быть, как правильно производить опрыскивание? Формируя свой ответ, хочется в первую очередь обратиться к автору данного вопроса и сказать, чтобы сильно вы не волновались, когда при опрыскивании какие-либо рабочие растворы попадают на цветки. Листовой и стебельный аппарат, которые предназначены для всасывания рабочих растворов посредством устиц, будут непосредственно это выполнять. А цветки, у которых совершенно иная репродуктивная функция, они усвоить ваши растворы не смогут, поэтому опасаться не имеет смысла. Также не стоит волноваться, когда вы проводите опрыскивание и по цветкам тоже, поскольку зачастую создаются такие погодные условия, когда температура за 30 градусов, как в последнее время в нашей стране, когда пыльца начинает стерилизоваться на томатах. И когда мы дополнительно ведем опрыскивание, мы увеличиваем влажность, понижаем температуру вокруг цветка, и она становится, пыльца становится репродуктивной и идет завязывание плодов. Еще один вопрос касаемый борной кислоты. Скажите, пожалуйста, в раствор 10 литров воды и 5 грамм борной кислоты можно ли добавить 1 литр сыворотки? А я не знаю, зачем вносить молоко, сыворотку, мед, я не знаю, зачем это все вносить. Ну вот хочется сказать, люди, ну не вносите вы все эти бабушкины рецепты, уже давно мир шагнул вперед. Ну, я не знаю вообще, зачем вносить сыворотку. Я знаю, что была история, когда человек потратил 10 тысяч евро для того, чтобы сертифицировать органическое производство томатов, обрабатывал их только сывороткой для удаления фитофтороза. И это все привело к тому, что у него было 0 результата, 0 прибыли, и он ушел в минус 10 тысяч. Отвечая на данный вопрос, скажу, с какой целью вы вносите сыворотку? Если в качестве подкисляющего агента, поскольку у нас томаты активно развиваются на более подкисленной почве, то хорошо, вносите сыворотку. Если у вас более тонкое применение сыворотки, то тогда, пожалуйста, напишите, с какой целью вы вносите сыворотку, как вы ее вносите под корень, по листу, как часто, иными словами, даже можете снять целое видео, разместить его в ТикТоке под хэштегом «Про цветок», и мы всем покажем ваши замечательные результаты. Спасибо, что остаетесь на канале «Про цветок». Не забывайте про лайки. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»